Всем доброе утречко! Я вчера ничего не снимала. Вчера переживали мы с Сергеем еще больше, чем в прошлую операцию. Операция вчера длилась у кота 4 часа. Аж 4 часа, представляете? В общем, мы его разрезали, конечно, все. Я, если честно, даже... Ну, я помню свое ощущение, когда я первый раз его увидела после операции, зашла туда. Я вчера даже не поехала, не зашла в ветеринарную клинику, чтобы его забрать. Его Сергей забирал, потому что я поняла, что я не смогу на это смотреть. И его в этот раз не перебитывали, а вот надели специальную штуку ему на пузо, чтобы... В общем, не видно всего этого было. У него разрез, как Сергей сказал, я не видела просто. Как Сергей сказал, просто вот на все пузо, вот так вот. Очень, в общем, страшно. Вчера котик отходил от нашего кота. Мы его вчера забрали очень поздно. Как только клиника закрывается, тогда... Тогда только можно забрать кота. В прошлый раз просто мы делали в воскресенье операцию, и клиника закрывалась раньше. А в этот раз мы делали, вот выходит в понедельник операцию, и они до 8 ев работают, по-моему. И вот, в общем, мы после 8 евро забрали только. Сейчас покажу котика. Он сегодня себя чувствует получше. Он сегодня уже ходит. Он дошел от того места, где лежал, до суда и лег на солнышко. Хотя мы ему вчера весь вечер грелку подкладывали. Ну, это доктор сказал. В общем, доктор очень хороший, все подробно описывает, что нужно делать. Чем кормить и так далее. Как обрабатывать швы. Сегодня привозить не нужно. Даже когда вы можете самостоятельно катетик снять. В общем, лишний стресс для кота нежелательен. И сегодня мы его никуда не повезем. Укол мы тоже можем сами колоть. Ну, провезем его, естественно, в клинику, но потом. Говорю теперь клиника. Я всегда говорю ветеринарку. А тут недавно написали мне в комментариях, что для ветеринарных врачей это обидно слово ветеринарка. Я никогда не думала об этом. Я всегда называла ветеринарную клинику ветеринаркой. Теперь вот называю клиника. Ну, чтобы просто не обидно было, кто меня смотрит в ветеринарные врачи. Вот. Котику сегодня, ну, точно лучше. Но состояние у него не хорошее такое. Ну, не знаю, как назвать. Удовлетворительное, возможно. Он сегодня покушал. Вот этот вот корм, который я покупала, мягкий. Он покушал его. И водичку, не знаю, пил, не пил, я не видела. Но вот он чуть-чуть, чуть-чуть передвигается, ходит. Очень тяжело ему, но он промедленно-медленно, ну, ходит. Вот наш котик лежит. Он сюда перешел, потому что солнышко светило. Ну, сейчас солнышка тут нет, но он все равно тут остался лежать. А так вот мы вчера весь вечер мы бы откладывали грелочки, чтобы ему было тепло. Такую вот штучку нам надели. Не знаю ее название. Вернее, я знала, мне написали, но я уже не помню. Ну, не в этом суть. В общем, она снизу весь шов закрывает. Просто у нас был шов маленький. Вот такой, такую штуку не надевали. А теперь шов просто вот, ну, вот весь. Шов, можно сказать, от лапы до лапы. Поэтому такую штуку надели. Вот солнышко, да, выглянуло. Солнышко хвостик выглянуло для тебя. Ты и наш хороший котик. Я вчера так перенервничала, что, представляете, своему родному брату забыла позвонить с днем рождения поздравить. Я ему заранее позвонила и спросила, что ему подарить, чтобы он выбрал. А вчера, в день рождения, просто забыла ему позвонить. Сейчас с утра позвонила, поздравила. Хвостик наш хороший. Многие спросили, почему мы воротника мы не надеваем. Он у нас не лижется. Он понимает, что вот это вот все лизать нельзя. Или, ну, он даже не пытался, если честно, лизать. Ни разу он не попытался. В прошлый раз свой шов полизать. Или, там, снять вот этот вот дренаж, резиночку. Он даже не пытался. Всю неделю он ходил. Даже когда ему было уже прям хорошо. Он не пытался это ничего снимать. Если он начнет вдруг лизаться, то, конечно, мы ему наденем воротник. Устик наш. После операции пока кормил котика вот таким вот кормом. Но, в принципе, сегодня ночью, когда он съел вот одну, наверное, упаковку такого корма, он еще немножко покушал курочки вороной. Сергей говорит, не целую упаковку съел, а вот примерно вот столько. Это, наверное, полупаковочки. Да, Сережа? Я продолжаю вышивать. Вчера я тоже, несмотря ни на что, вышивала. И даже вчера мне как-то легче вышивалось, потому что, когда я вышиваю, я отвлекаюсь от мыслей таких плохих. В общем, медитирую, можно так сказать. В общем, сегодня вышиваю два таких полотенца красивых будет. С годовщиной написано. И здесь дата свадьбы. Я такие уже делала. Мне очень нравится. Я, правда, делала не с годовщиной написано, а с днем свадьбы было написано. Еще вчера вышила два вот таких вот фартука. Меня попросили логотипы нарисовать и вышить. Вот я вчера его рисовала полдня и потом вышивала. Рисовать, конечно, намного дольше, чем вышивать. Такие вот надписи для магазина. Может быть, потом еще у меня закажут. Вообще, для одинарного заказа я не рисую. Либо дополнительно беру плату за отрисовку дизайна. Но если надо вышивать будет не один, тогда я делаю это просто бесплатно. Потому что, возможно, они мне потом еще пригодятся. Также с рисунками, когда я вышиваю на детских футболочках что-то, если какой-то новый заказ у меня просит, что я никогда не делала, то я всегда делаю это с расчетом на то, что мне потом еще этот рисунок закажут. А если прям какой-то индивидуальный, тот, который точно никто больше не закажет, я за это тоже беру дополнительные деньги. Потому что это намного дольше делается, чем сама вышивка. Решили сегодня попробовать вот эти макаролы, которые у нас в морозилке лежали. Я их открыла. Смотрите, просто какие они гигантские. Они размером с палец каждая. Очень большие. Это не для варки. Это макаролы. Написано, что их нужно обжарить на сковороде. Если хотите хрустящую корочку, то просто обжарить. Если хотите более сочную, то потушить немножечко. Но именно на сковородке. Вот, написано, не для варки. Смотрите, какие прикольные штуки. Знаете, они пахнут очень вкусно. Пахнут похоже на пирожки какие-то с мясом. Вот прям аж очень вкусно пахнет. Правда. Как будто я только что фарш на сковородке жарила. Вот чем-то таким пахнет. Слушайте, мы оценили эту штуку. Она реально вкусная. Похоже очень на жареные пельмени. Да точно такие жареные пельмени. Похоже очень на жареные пельмени, но на хорошие жареные пельмени. Они реально вкусные. Ну, я очень привережу в пельменях. Я их покупные не люблю. А вот это я бы еще раз взяла. И я бы съела еще раз. Правда вкусно. И чувствуется, что там лук есть. И чувствуется, что там говядина есть. На первом месте, кстати, в составе написано говядина. А на втором? Мясо птицы. Мы тратим свинину. А потом дальше. Мясо птицы. Механическое. Мог, не надо. Все правильно подумал. На первом говядине. Просто копыта. Вкусно, да? Угу. Просто копыта. Попросила Сергея сейчас отвезти Мишу на занятие. Поедет к Кургопеду. А по пути как раз купит для кота лекарство. Нам надо на Вакаин купить. И мироместим обрабатывать раны. Вот. Показал. Сероша, ты купишь еще, пожалуйста, огурцы, помидоры и... Конечно куплю. Огурцы, помидоры и что-то еще из этого. А, кабачки. Огурцы, помидоры и кабачки. Я говорю, все постоянно в Инстаграме постят, типа, куда деть кабачки, куда деть кабачки, а мы их покупаем. Кому? Кому некуда деть кабачки, нам отдавайте. У нас кабачков нет. А что? Ну, типа, кабачков так много, что некуда девать. Кабачков около? Ну, люди, наверное, делали 10 вёдер кабачковой икры, и все равно некуда девать. Я помню, мне мой начальник, конечно, все время кабачки отдавал. Когда я там работала. Он в офис их приносил и всем кабачки раздавал. И я никогда не отказывалась. Потому что у меня дачи не было. Представляете, у меня до сих пор вот эти цветочки стоят и распускаются. Я так удивлена. Я много уже выкинула, которые отцвели. Ну, вот они прям вот так голову повесили и не распускались. Но вот этот не выкидываю, потому что здесь у этой веточки вот этот есть. И он тоже, скорее всего, завтра распустится. То есть, представляете, цветут до сих пор. Сколько уже? Неделя, наверное, прошла. Ну, дней, наверное, 7 или 6. Я тоже не помню, когда я их покупала. Но так долго стоят. Я вообще в восторге. И вот тут еще вот один беленький. Но они вообще должны быть не беленькие. Просто те, которые распускаются дома, они вот почти все такой светлого цвета. По поводу этих макароу. Я удивлена, но Никита съел всю тарелку. Вообще, если Никита съел, это значит точно вкусное. Потому что Никита у нас вообще очень выборочно к мясу относится. Пельмени он не ест, он только вареники с картошкой ест. А тут съел всю тарелку. Один, правда, единственный мне потом предложил, сказал, что он наелся. Но я ему нормально положила, немало. Я очень рада. Так что можно периодически такие брать. Раз Никитка ест. Состав там более-менее нормальный. Ну, не считая вот этого механической обвалки кури. У нас ушло солнышко, и хвост сам пришел, и вот сюда лег к холодильнику. У нас просто у холодильника обогреватель вот с этой стороны. И вот тут тепло выходит. И он сам пришел сюда, лег. Мы его подвинули, положили сюда подстилочку. Вот он сейчас тут спал. Сейчас встал. Что-то мяу, говорит, мяу. Может, туалет хочет. Еще, знаете, его трясет немного. У него прям задняя часть тела трясется. Я сейчас температуру им измеряла. У него 38,7. Это нормальная для котов температура. А еще он мурчает начал. Не знаю, слышно вам или нет, но он чуть-чуть мурчит. Котик наш сладкий. Сергей сейчас навыкаин принесет, и мы ему сделаем уколчик. Цифтриаксон. Теперь еще долго колоть этот цифтриаксон. Сергей вернулся. Навыкаин взял. Хоргексидин еще взял. Мы сегодня весь мирместин последний коту выпшикали на шов. Сейчас взяли. Хоргексидин сказали, тоже его можно. Помидорки взял. Огурчики. А кабачки не взял, да? Забыл. Вышли мы со Степкой вместе. Вот Степа по бордюрчикам там входит. Со Степой вместе идем за Мишей. У Миши сегодня два занятия было. Когда два занятия, обычно Сергей возит, а мы забираем. Ну или наоборот, я еду, а Сергей забирает. То есть, когда одно занятие, обычно я там просто сижу, жду. Ну или не там сижу, жду, а как раз в это время со Степкой гуляю там во дворах. Степе так нравятся эти бордюрчики. Вот он постоянно по ним ходит. Пойдем туда. Ну и детали сам. Давай, тут невысоко можно самому идти. Когда Степка по бордюрчикам так ходит, я сразу вспоминаю. Фильм называется «Мечта», по-моему, 2015 года. Там канатоходец хотел между двумя башнями, близнецами пройти по канату. Вот у Степки тоже желание такое везде ходить. Степ, нет, дальше мы не пойдем. Вон в ту сторону пойдем. Я вчера, когда отводила Мишу и Никиту на занятия, на обратном пути мы так замерзли вообще. Вернее, я замерзла. Не знаю, как дети. Я вчера брала кофты, и мне все равно казалось, что будет холодно. Сегодня взяла кофту, но сегодня прям потеплее. Даже себе кофту не брала. А вчера я была в джинсовой куртке, в джинсах, и я все равно замерзла. В общем, вчера у нас конкретно похолодало. Было до этого прям тепло-тепло, все только в футболку ходили. Хотя я их быстренько смотрю в кофтах уже вечер, уже все в кофтах идут. Миша сегодня на английском учил части тела. Вот он рисовал тут. Вот тут. Рисовал красиво как. Говорил Миш, как? Рот по-английски. И Миша тут же исчез. Побежал спрашивать. Забыл опять. Ох, да. Как, Миша, по-английски рот? Маус. Маус. Правильно. А нос? Нос. Нос. Правильно. А глаза? Айфс. Молодец, все знаешь. Миша забрали, теперь мы на одну площадку, потом на другую площадку, тоже вторая площадка. Потом Степа уверенно захочет еще на третью площадку. В общем, надо теперь как-нибудь до дома дойти, пока не стемнело. Миша только что Степа научил подниматься по вот этой вот, не знаю, как ее назвать, трубе, в общем, вверх. И Миша спустился, Степа спустился, говорит, мам, я тоже умею, я тоже умею. Я говорю, да, умею. В общем, Степа у нас быстро все, ну, прям на литву схватывает от Миши. То, что Миша только что научился, Степа прям с легкостью уже делает. Но зато Мишка классно поет. У нас уже темнеет, а я же показывала, когда вчера мы шли, там у нас очень темно, фонарей почему-то не было. Я не хочу по такой же темноте сегодня идти, я что-то там боюсь, там и собаки бегают, в общем, не хочу там идти. А, вспомнила, как фильм назывался, называется «Прогулка» 2015 года, такой хороший фильм, про мечту. В общем, вот я подумала, что она мечта открывается, сейчас вспомнила. Зашли мы сейчас в магнит. Все-таки, да, у нас тоже икра эта подорожала. Мы ее брали в последний раз по 27, а сейчас вот она 50 рублей стоит. 49,99. Наша любимая икра. А зашли мы, чтобы взять сыр. Вот, которые макаролы я делала, они в наггетсах лежат. Они сейчас идут по акции, вместо 319 рублей 169. Они вкусные. Так что можете брать.